Там одна заявка в честной борьбе. Наринмарское ТП уже не первый год выигрывает в конкурсе на перевозку людей с ограниченными возможностями. Ведь автомобиль специально оборудованный для таких нужд всего один на два муниципальных образования. О буднях социального авто расскажет Ирина Цепетова. Хотя опознавательные знаки, желтая полоса и человек в инвалидной коляске говорят сами за себя, с виду социальный автомобиль может показаться обычным микроавтобусом. То, что отличает его от другого транспорта – подъемник, незаменимый механизм при перевозке колясочников и людей, которым, к примеру, сложно подняться по ступенькам внутрь автомобиля. Спецавто для людей с ограниченными возможностями, как форма социальной поддержки, не новинка для населения. Автомобиль курсирует по городу и поселку Искатели уже более пяти лет. Из них два года управляет им Владимир Малыгин. Транспорт пользуется большой популярностью и пункты назначения различные. Кого в больницу, кого в аптеку, а если в бассейн или, к примеру, на природу, приходится совершать несколько рейсов, перевозить людей небольшими группами по пять человек. А количество заявок с осени возрастет в разы, рассказывает водитель социального транспорта. Если будет возможность хотя бы с экспедиции, вот за Полярный район, как говорится, они бы машину тоже взяли. Потому что там у меня есть факелы, есть люди, свискатели. Многое, конечно, время это занимает, разъезды вот так собрать, вывезти, привезти, очень много. Ну, может, и две машины бы не помешало. Несмотря на большую загруженность социального автомобиля, ни одна заявка не остается без реакции. Кстати, они принимаются в ЭТП не позднее, чем за день и не ранее, чем за пять дней до предстоящей поездки. К слову, сегодня одна из них была успешно выполнена. Группу людей старшего поколения по заявке Всероссийского общества инвалидов социальный автомобиль доставил в бассейн спортивного клуба «Норд». Например, пользуюсь еще кроме бассейна, многие, как говорится, болят, по заявкам возят и в аптеку, в больницу, в газбанк, в соцзащиту. Ну, по всем таким вот вопросам всегда приезжают вовремя. Получить такого помощника может любой пожилой человек и инвалид на Ринмаре поселка Искателей. Ведь современная социальная услуга, такая простая, а главное нужная людям, совершенно бесплатна. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».